В конце июля в Нитании открылась первая персональная выставка художника Эмилия Михайлова. В живописи Эмилия новичок, но на персональную выставку согласился только в год своего 60-летия, да и то под сильным напором семьи и друзей. Абсолютно для всех гостей, прибывших на открытие выставки, увиденное оказалось настоящей сенсацией. Перед нами предстал не скромный любитель, каковым считает себя художник, а интересный мастер со своей манерой, своим почерком и развитой фантазией. Он настолько скромный человек, что для нас была просто разорвавшаяся бомба, известие о том, что все-таки Эдик и Алекс уговорили его сделать эту выставку. Спасибо всем. Спасибо. Я очень сильно удивился, когда увидел, что ты работаешь в таком свободном ключе. Обычно как? Самодеятельный художник, да даже в село, которое, я не знаю, специальное учебное заведение закончил. С чего обычно человек начинает свою работу? Конечно, ну с каких-то тех основ, на которых живется вся живопись, России в том числе. На старых традициях, традициях академизма, правильно? И ты тоже там чего-то тер в своей сангине и прочее, прочее. И вдруг, когда я увидел, такая свобода, свобода Москва. Это не мазок тобой, а ты мазком управляешь. Здорово, свежо, чисто, на самом деле. На самом деле. Но все остальные характеристики уже сказали, добавлю. Это удивительно скромный человек. Я им всегда восхищаюсь. Поздравляю тебя и с днем рождения тебя. Успехов, я думаю, у тебя будет большой успех. Илья родился в 1955 году в Дербенте. В Израиле он с 79 года живет в Нитании. В 1998 году он окончил Институт искусств Шлома Дрора. Но и после этого ни на один день не прекращал учиться. Уроки живописи у своего учителя, прекрасного художника Александра Уманского, он берет до сих пор. Коллег, я знаю, как прекрасного поэта. Но я не знал, что до такой степени он рисует хорошо. Уходит, что прекрасный поэт и прекрасный художник, они совместились. И сегодня мы просто видим человека художника, поэта художника, художника поэта. И я надеюсь, что в дальнейшем ты еще больше будешь нас радовать. Я поздравляю тебя с такой работой. Просто я вот смотрю. Спасибо. Просто удовольствие. Она пронизана чувствами. Такие чувственные краски здесь. Лазурные, голубые. Посмотрите, какая красота. Как будто входишь в девственный лес. Замечательная картина. Я желаю имели удачи во всем. И много хороших, красивых работ. А другим прекрасным художником, которого Эмиль всегда называл своим учителем, был член Союза художников СССР и Израиля, недавно ушедший от нас Симха Ашуров. Симха всегда высоко ценил своего талантливого друга и в одной из своих статей написал о нем так. Мы с Эмилием знакомы уже давно. И все эти годы я получаю огромное удовольствие от общения с этим изумительным человеком и верным товарищем. Эмиль обладает редкими для современного мира качествами, большой душой, удивительной скромностью и безграничной добротой. Все эти годы, работая с ним вплотную, я видел, как нелегко давался художнику путь к мастерству. Сказывалась его природная стеснительность. Он боялся бумаги, был робок с красками, не позволял себе свободы в композиции, не давал насыщенности к колориту. Он и сам прекрасно знал, что мешает ему подняться в искусстве. И победил. Благодаря стремлению к совершенствованию, упорству и трудолюбию, он одержал победу над собой. Исчезли робость и неуверенность. Ему теперь намного легче передавать на холсте свою природную поэтичность. Художник стал гораздо смелее, точнее, палитра стала богаче, он обрел свой стиль, отчерк и индивидуальность в живописи. Эмиль, представь, пожалуйста, свою семью. Моя жена Эстер, моя младшая дочь Нурит, моя старшая дочь Натали, мой сын Нахум. Очень приятно. С Эмилем знакомы, картины видели, стихи читали, семью не видели никогда. Очень приятно. Скажи, Эмиль, от чего ты еще хочешь в жизни, о чем ты еще мечтаешь? Мне вроде бы я счастливый человек, все у меня есть, о чем еще можно мечтать. Мне в жизни повезло. Это жена высшего класса, как говорят. Так что дети самые лучшие в мире. Так что все отлично. Ничего, я в жизни вроде бы лучше бы не хотел. А в плане творчества? В плане творчества, в сущности, у меня за последний год выплеснулось то, что давно я держал внутри. Я мечтаю, чтобы немножко выплеснулось до конца. Ну до конца. Не надо, оставь себе чего-нибудь. Но я тебе искренне этого желаю. Спасибо вам. Спасибо.